Святая гора Афон Всю нашу продукцию мы приобретаем на святой горе Афон Каждый наш товар – это изделие ручной работы, сделанное монахами собственноручно Наша задача – помочь монахам, проживающим не только в монастырях, но и на кельях Хотим вас познакомить с особой формой жизнью монашества – келья В отличие от монастырей, келиоты живут достаточно скромно и бедно Не получая помощи и поддержки ни от кого Для того, чтобы выжить или просто иметь средства для существования, каждый келиот выбирает рукоделье, которое ему по силам К видам монашеского рукоделья относятся плетение чоток и браслетов, сбор полезных трав для лекарственных настоев и чаев Производство оливкового масла, маслин и вина, изготовление ладана, натуральных кремов и мазей и многое другое Наша задача – собрать все эти изделия и предоставить вам Мы хотим вас познакомить с отцом Григорием, который плетет четки и делает браслеты Вы говорили, что в своем саду выращиваете плоды, так называемые слезы Богородицы Да, здесь у себя на своем огороде их развожу и выращиваю Если вы приедете в конце июня, в начале июля, то сможете увидеть процесс сбора Обязательно постараемся приехать в это время, чтобы увидеть весь процесс от начала до конца Конечно! Это очень интересно! Вначале у плодов зеленый цвет, затем они становятся черными, а как только приобретают пепельный оттенок, я собираю их на металлические подносы, где они сушатся под солнцем около недели, в конечном счете становясь серыми Что означает слезы Богородицы? Почему их так назвали? Существует множество преданий, объясняющих название слезы Богородицы Согласно одному из них, это настоящие слезы Пресвятой Девы, которыми она окропила основу креста во время распятия Христа Согласно другому преданию, один монах, старец из скита Святой Анны, как-то пребывал в праздности и не мог найти себе занятия А потому обратился к Богородице, попросив найти ему работу, которую он мог бы заняться, чтобы не пребывать в безделии Пресвятая Дева предстала пред ним, сказав подставить с ладони и принять от нее семена слез Богородицы Посадить и вырастить их, а из плодов сделать четкие молиться по ним Настолько благословенно это растение? Да-да, настолько Вы знаете, что больше оно нигде не растет Его пытались выращивать за пределами Святой Горы, но нигде оно не приживается Представьте, однажды в мой огород забрал мул, который съел один-два куста И не успев пройти двух метров, упал на колени и исторг из себя все, что съел Желудок не принимает это растение, а зуб не может его раскусить Большое вам спасибо за этот рассказ Приобретайте четкие и браслеты, сделанные и освященные монахами на Святой Горе Афон Любые предметы монашеского рукоделия – это не только ценное приобретение, но и форма благотворительности Вашими покупками Вы помогаете монахам, живущим на Святой Горе Афон Любые предметы монахами 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 на Святой Горе Афон